Добрый день, друзья! Вы на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы подводим итоги третьего квартала 2021 года. Мы, естественно, будем говорить о рынке жилой недвижимости. Это вторичный рынок, класс социальное жилье. Посмотрим, что происходило на протяжении года. Поговорим о тенденциях. Еще раз напомню, мы будем сравнивать третий квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года. Естественно, мы будем видеть цифры, видеть динамику. Переключаю на слайды. Вы, как вы уже знаете, я отношусь с тем экспертом, который исключительно опирается на статистические данные и делает выводы, исходя, в общем-то, из цифр, которые мы видим. Итак, перед вами карта Украины в разрезе административных областей. Ну, я, как всегда, начну, значит, свое повествование от общего к частному. То есть, сначала это сводные данные по пяти регионам. Напомню вам, что Украина разделена на территориальные экономические зоны или же можно регионы называть. Всего их пять. Вот здесь мы видим под картой. Это данные, легенда карты, что происходило за период исследования 12 месяцев. В целом, по регионам. Это сводные данные. Еще раз повторюсь. Мы видим, что на первом месте Донецко-Приднепровский регион по росту стоимости квадратного метра на вторичном рынке плюс 11,69%. На втором месте северо-восточный регион плюс 10,72%. На третьем месте видим центральный регион плюс 8,85% роста. Это в годовом естественном измерении. Западный регион чуть меньше. Мы видим рост плюс 8,27% в годовом измерении. Ну и аутсайдером у нас является Причерноморский регион плюс 7,89% в годовом измерении. Давайте теперь уже будем говорить конкретно о каждом городе. Перед вами вот такая интересная таблица. Мы видим две колонки. В одной это в долларах стоимость квадратного метра. В другой это в гривнах с переводом по курсу Национального банка Украины на, естественно, 30 сентября 2021 года. Давайте разбираться, что такое у нас центральный регион. В центральный регион входит город Киев, Винница, Житомир, Черкасса и Кропивницкий. Естественно, самая дорогая недвижимость это в городе Киеве. Видим 1057 долларов США, естественно, за квадратный метр. Ну и самое недорогое в центральном регионе жилье это в городе Кропивницкий. 460 долларов за квадратный метр. Следующий регион, который мы рассмотрим, это западный регион, в который входят города Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий и Ивано-Франковск. Ну это вот здесь аранжировку я сделал. Естественно, самое дорогое жилье и вижимость жилая это в городе Львове. 872 доллара за квадратный метр. Напомню, это на дату 30 сентября 2021 года. И самое недорогое в городе Ивано-Франковск 463 доллара за квадратный метр. Следующий регион, это Причерноморский регион, в него входят город Одесса, город Николаев, город Херсон. Естественно, самое дорогое жилье в городе Одесса. 763 доллара за квадратный метр. И город Херсон, мы видим самое недорогое в целом по Причерноморскому региону жилье. Это 509 долларов за квадратный метр. Следующий регион у нас это Северо-Восточный регион. В него входят город Харьков, Полтава, Суммы, Чернигов. Естественно, самое дорогое жилье, в данном случае мы говорим о классе социальное жилье, вторичный рынок в городе Харькове. 642 доллара за квадратный метр. На дату, естественно, 30 сентября 2021 года. И самое недорогое в целом по региону, жилье в городе Чернигове. 480 долларов за квадратный метр. Кстати, город Чернигов догоняет город Суммы. Здесь 487 долларов. Ну и абсолютным, так сказать, аутсайдером является Донецко-Преднепровский регион. Город Днепр. Это 586 долларов. Самое дорогое жилье по региону. Город Запорожье. Естественно, дешевле, чем в городе Днепр. 484 доллара за квадратный метр. Город Донецк и Луганск. По известным нам причинам у нас нет статистики. Точнее, статистика есть, но мы ее не публикуем. Итак, давайте следующим слайдом мы с вами уже посмотрим сравнение, так сказать, увидим динамику, да, еще это можно называть тенденцией, которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости. Период сравнения сентябрь 2021 год с сентябрем 2020 года. Ну, я уже не буду вам перечислять города, которые входят в центральный регион. Единственное, что мы посмотрим, наибольше всего подражало за период сравнения жилая недвижимость в городе Черкассы. Видим на 11,31%. И меньше всего подражало в городе Киев плюс 6,45%. Ну, неудивительно, город Киев самый дорогой, естественно, и в динамике стоимость квадратного метра, видим, дорожает меньше, чем в недорогих Черкассах. Следующий регион это западный. Видим, что наибольше всего подражало жилая недвижимость в Минницке. Это плюс 13,02%. И меньше всего подражало жилая недвижимость. Так, это у нас, наверное, город Ровно. Плюс 6,37%. Следующий регион Причерноморский. Мы видим, что больше всего за период исследования подражало жилая недвижимость в городе Николаеве. В Николаеве плюс 10,10%. И меньше всего в городе Одесса плюс 5,39%. Следующий регион у нас северо-восточный регион. И здесь абсолютным лидером по росту стоимости квадратного метра мы с вами видим, город Харьков является. За год стоимость квадратного метра выросла на 13,43%. Ну и меньше всего подражало жилая недвижимость в городе суммы. Плюс 8,71%. В Донецко-Приднепровском регионе мы видим, наибольше подражало за год жилая недвижимость в городе Днепр. Плюс 12,26%. А вот в городе Запорожье недвижимость подражала желая недвижимость всего лишь на 11,01%. Друзья, следующей таблицей я хотел бы вам показать такие интересные закономерности. Назовем их так. Здесь те же самые данные, которые мы рассматривали в долларах, а здесь уже в гривне. То есть мы тривиально перевели курс Национального банка, видим, вот здесь у нас в сентябре 2021 года 26,576. А в сентябре 2020 года курс был, видим, это соотношение, напомню, доллара-гривни 28,298. То есть мы видим, что за год революбация национальной денежной единицы, то есть она укрепилась по отношению к доллару. И если мы наблюдали в долларах рост стоимости квадратного метра в целом по Украине где-то уже достиг, наверное, 10%, то смотрите, что происходит, если это мы просто переводим в гривну. Кстати, мы подготовили беседу буквально на следующей неделе, ее запишем. Это почему, как надо правильно считать стоимость квадратного метра, не банально переводя, вернее, по курсу Национального банка, а мы через девальвацию, инфляцию, в общем-то, подготовили интересную беседу, рекомендую послушать. Но пока мы, еще раз повторюсь, тривиально перевели доллары в гривну по курсу Национального банка и видим следующую картину. Значит, в городе Киеве, несмотря на то, что, вы помните, рост 4,5% рост в годовом измерении в долларах, в гривне мы видим минус 0,03%. То есть это говорит о том, что вот эта револьвированная национальная денежная единица показывает нам вот такие вот результаты. И если по большим областным центрам вы открутите назад видео, увидите, что там рост где-то до 6%, то несложно сделать выводы, насколько укрепилась гривна по отношению к доллару. В данном случае мы сравниваем сентябрь, так же, месяц с сентябрем месяцем 2021 года. Мы видим, что в городе ровно так же отрицательная динамика роста в гривне минус 0,10%. Также видим отрицательную динамика роста в городе Одесса минус 1,16% в гривне в годовом измерении. Ну и, пожалуй, все. То есть вот отличилась Одесса, да, видим, ровно город, ну и город Киев. Итак, друзья, давайте подведем, наверное, итоги. Да, я хотел бы еще показать макроэкономические показатели. За 2020 год будем сравнивать с 2019, потому что еще 2020-2021 год у нас не закончился. То есть прежде чем сделать выводы в целом, я хотел бы показать макроэкономические показатели, как они влияют на состояние рынка. И потом вы услышите мою гипотезу, это предположение, что ожидать нам в следующем году с первичным и вторичным рынком. Итак, здесь мы видим внутренний валовый продукт Украины. Напомню вам, сверху вот здесь есть дефиниция расшифрованная, да, это индикатор, который характеризует состояние экономики в целом. То есть это совокупные выпущенные товары и услуги в Украине в 2020 году. В гривнах, естественно, в национальной валюте все это считается. Мы видим, что было в 2020 году, значит, ВВП Украины составил 4 триллиона 259 миллиардов гривен, что в сравнении с 2019 годом на 3,9% больше было выпущено товаров и услуг. Естественно, мы это понимаем, да. А вот следующий показатель, это основные показатели, которые характеризуют денежно-кредитный рынок. Это Национальный банк Украины дает ежеквартальные такие отчеты о макроэкономической политике. В данном случае мы будем говорить о денежной массе. Вот здесь денежная масса, в том числе наличный М0, это агрегат такой М0. Это деньги, которые находятся на руках у украинцев. И вот мы сравниваем 2020 год, видим, что был 1 триллион 850 миллиардов на руках у украинцев. В сравнении с 2019 годом денежная масса выросла на 0,29%. То есть теперь я вам напомню, друзья, закон стоимости, который, в общем-то, никто не отменял. Но экономики работают сбалансированно, когда, руками опять будут показывать такие весы, когда количество товаров и услуг равны денежной массе, которая находится в обращении. Как только денежная масса увеличивается, то есть включается печатный станок, выходят из-под этого станка, так сказать, уже обесцененные деньги, то за эти бесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Это мы понимаем. Так вот, смотрите, что произошло в Украине. Мы видим, что товаров и услуг, я вам привожу официальную статистику, было выпущено на 3,9% больше, а вот денег в обращении стало на 29% больше. То есть не просто в разы, в десятки раз количество денег увеличилось. Именно поэтому мы видим, включаются вот эти инфляционные процессы. То есть за обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг. Рынок недвижимости, друзья, является также товаром, напомню вам. Ну, а теперь останавливаю демонстрацию, и мы уже в выводах. Что? Это моя гипотеза, да, предположение еще раз. Не судите строго. То есть я показал вам макроэкономические показатели. Что будет происходить на первичном рынке недвижимости? На первичном рынке недвижимости вся недвижимость, друзья, продается за национальную денежную единицу. Мы видим, что национальный банк, в общем-то, напечатает, все больше и больше денег находится в обращении. Соответственно, за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров. Рынок недвижимости является таким же товаром. Поэтому люди, у которых есть гривна, много гривен, то есть это люди, как правило, которые сидят на потоках, пилят их гривневых, они, естественно, эти деньги несут на первичный рынок. То есть первичный рынок – это такая удобная прачечная машина, где можно легализовать свои, так сказать, горячие деньги. И поэтому, в общем-то, разогревается первичный рынок. Последний, наверное, уже где-то 5 точно видим рост. И несложно предположить, что в следующем году мы будем видеть те же самые процессы роста стоимости квадратного метра на первичном рынке в гривне. Теперь о вторичном рынке. Вторичный рынок, друзья, как вы знаете, он исключительно продается недвижимость за доллары. Ну, реже за евро, но все-таки за доллары. С чем связан рост? Вот уже сейчас он где-то порядка, если в целом по Украине посчитать, будет где-то до 10% в долларах. Можете себе представить, какой банк вам даст такие проценты, если вы положите свои кроме заработанные доллары на депозит. Но об этом смешно даже говорить, правда? Так вот, это спекулятивные деньги, откуда они взялись. Мы наблюдаем не последние полтора года, что соседние страны европейские, куда мы стремимся, заливаются вертолетными деньгами. Такая дефиниция даже появилась. Но это же деньги, обесцененные, как я уже показывал, руками махал, количество товаров и услуг не было выпущено, а денег было напечатано больше. То есть это обесцененные деньги. Эти деньги, так или иначе, так как мир глобален, мы вписаны в это глобальное экономическое пространство, эти деньги приходят к нам в Украину. Но приходят доллары. Совсем не соседи нам американцы, но странно, на рынок, на вторичном рынке недвижимости все продается за доллары. А там, в Америке имею в виду, там инфляция достигла 5% и больше. То есть это напечатаны десятки триллионов долларов, не обеспеченных товарами и услугами. И вот такая инфляция наблюдалась в кризисе 70-го года. Про Америку мы сейчас говорим. И вот кто бы мог подумать, что будем говорить о древянных вот этих долларов, которые заходят нам в экономику, и люди, у которых эти деньги есть, они пытаются их сохранить от обесценивания, вкладывая, как им кажется, рынок недвижимости Украины. То есть это вторичный рынок, мы сейчас о нем говорим. Там в долларах все продается. Но в связи с тем, что мы видим по всем областным городам последние 5 месяцев буквально галлопирующий рост стоимости квадратного метра в месяц 2%. То есть можете себе представить, в месяц на 2% рост стоимости увеличивается. И это происходит повсеместно по всей практически Украине, по всем, естественно, крупным областным центрам. Рано или поздно инвестор в здравом уме, который, он помимо того, что хочет сохранить свои деньги, он, как правило, хочет получать доход. То есть это не первая, не вторая квартира или объект недвижимости. То есть квартира, если мы говорим о жилой недвижимости, она способна приносить, в общем-то, доход и прибыль, естественно, своему, так сказать, хозяину. Поэтому мы впервые за последние, не знаю, там, несколько лет увидели в сентябре месяце, что аренда жилой недвижимости. А сентябрь месяц – это всегда, в общем-то, месяц, когда сезон на рынке аренды жилой недвижимости, так как начинают работать вузы. И, естественно, это подогревается желание снимать у молодых людей или там квартир какие-то, да. Так мы впервые увидели по крупным областным центрам, что стоимость аренды не повышается. То есть это говорит о том, что доходность от приобретения жилой недвижимости снижается в целом для инвестора, который умеет считать эту доходность. Итак, рано или поздно вот эти люди, у которых есть горячие деньги, как я их тоже называю, они поймут, что выгоднее купить в любой европейской стране недвижимость, издавать ее в аренду и получать, в общем-то, доход адекватной вложению, чем это делать в Украине. Потому что совершенно очевидно, что рост стоимости квадратного метра в последние пять месяцев – это просто какое-то сумасшествие. То есть это нельзя назвать нормальным процессом и явлением, когда по 2% в месяц дорожает недвижимость. Поэтому мое предположение сводится к тому, что рано или поздно инвесторы поймут, что вкладывать в рынок недвижимости в Украине, в общем-то, нет смысла, доходность снижается. Я предполагаю, что первый квартал следующего года, 2022 года, мы увидим обратные процессы. То есть стоимость квадратного метра будет снижаться. Насколько будет снижаться, сейчас сложно говорить. Но я совершенно точно понимаю, что это произойдет. Это произойдет в силу тех объективных причин, которые я вам уже перечислил. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно – подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать видео, особо, как я говорю, можете там посылать и писать гадости. Но если у вас, друзья, есть аргументы, у меня они всегда есть, я вам их представляю в виде статистических данных. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания «Клим Консалтинг» готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Продолжение следует...